Итак, как непосредственно брать лулав и как им, собственно говоря, потрясать. Итак, вот у нас в руке этрог лулав. Прежде чем благословить, у нас есть правило какое, что сначала благословляем, потом переходим к выполнению заповедей. Поэтому если вы возьмете и вот так вот соедините этрог с лулавом, то вы уже выполнены заповедь, потому что если вы, например, это так подняли, вот так вместе, то, в принципе, по минимуму заповедь выполнена. Поэтому нужно сделать вот так. Это называется, что этрог не растет таким образом, и поэтому таким образом заповедь не выполняется. И на время благословления вы держите это так. Видите, вот эта вот шедра ко мне лицом. Шедра ко мне лицом, но это сейчас к вам лицом, да? Аэтрог афух, наоборот. И сейчас я благословляю. Теперь благословляю я куда? Значит, я стою вот, у нас синагога, сейчас мы находимся в офисе Тулдота, и Коталем Арави, западная стена, там. То есть я стою лицом к центру Иерусалима. И так все время мы рассчитываем. Все по направлению Иерусалима, и у нас Иерусалим всегда считается мизрах, да, на востоке. Хотя даже, например, если мы находимся на юге от западной стены, то есть, например, мы находимся в Тельпиот, да, все равно мы как бы условно считаем, что Иерусалим – это мизрах, Иерусалим – это восток. Потому что, например, если мы находимся в Саратове, то Иерусалим – это запад, правильно? Но мы все равно делаем тот же самый порядок. Окей? Значит, мы говорим так. Баруха та Ашем. Я не говорю о благословении, потому что я говорю в камеру, а вы скажете благословение настоящее. Элуке нуменаха аулам ашерки дышану митцвута витсивану альнтилат лулап. Да? Теперь в первый день я говорю с Шеихияну, да, благословение о том, что Всешний дал нам возможность дожить до этого времени. Дальше переворачиваю. И начинаю делать вот эти наануи, да. Видите, я плохо сделал. Плохо сделал это кольцо, оно здесь плохо держится. Видите, выскочило. Но у меня есть второе. Я поэтому, оп! Видите, мы сделали его коротким. Окей, без этого не страшно. В принципе, этого достаточно, то, что у нас сейчас есть. Мы прислоняем и трог, и начинаем делать наануи, да. Наануи мы делаем. Видишь, потому что Фарадим не любит кое-что-то, ты понимаешь, рыбарик. Потому что, если так вот не сделать... Окей, значит, мы делаем наануи. Наануи делаем так. Ведем руку раз, ведем руку два, ведем руку три. Это на восточную сторону. Теперь не поворачиваем всем телом, поворачиваем лулав. Это называется южная сторона. Раз, два, три. Потом. Это называется какая сторона? Западная, да? Раз, два, три. Потом северная. Раз, два, три. Потом вверх. Раз, два, три. Не хочу попасть в потолок. У нас тут достаточно низкий потолок. Раз, два, три. Вниз. Не надо переворачивать вот так. Нужно сделать вот так. Это называется вниз. Окей? Это делается в момент, когда мы благословляем перед Галилем. Да? И в Галиле, когда мы делаем Гойду, да? На Гойду ла Ашем китов вместе с Хазаном, да? Гойду ла Ашем китов кирилам хаздо. Благодарим Всевышнего, поскольку Он добр и навеки добро Его. Да? Потом бы ано Ашему ищи оно. Пожалуйста, Всевышний, спаси нас. И в последнем Гойду, четвертый раз, да? Весь Галиле принято держать это вот так вот. Окей? Вот, в принципе, все по поводу того, как Лена-Анеа лулаб. Еще, что я хотел сказать, есть очень красивые молитвы. Перед вот этой заповедью, на телат лулаб, я знаю, как мы берем лулаб, все очень красивые молитвы. Молитва говорит так, что вот эти вот все виды растений, они все напротив какого-то буквы из имени Всевышнего. Есть четырехбуквенное имя Всевышнего, и каждое из этих растений, оно соответствует какой-то букве. И когда мы берем это в руки, мы как бы объединяем все буквы Всевышнего в своих руках. Этот филай из книги Шар Цион, так он говорит. Смотрите. И пусть имя твое будет, как бы, названо на мне, то есть, как бы, оно будет к меня касаться. И чтобы боялись приблизиться ко мне мои враги. И когда мы им потрясаем, повлияй, пожалуйста, влиянием благословлений из твоего высшего разума. На том месте, где стоял наш храм. Представляете? Очень великие тут, как бы, как бы, смыслы. И Раши говорит, и Гемора, и Раши объясняет, что вот это вот останавливает плохие ветры и плохие какие-то дожди. Вот это вот простая вроде заповедь, взяли четыре вида растений. Понятно, что это каббала, понятно, что это какие-то тайны Торы. Но мы должны понимать, что мы просто выполняем заповедь Всевышнего. А как там это работает, это уже, на самом деле, нас не интересует, по большому счету. Мы понимаем, что Всевышний сделал так, что это работает. Окей. Нас это, может быть, интересовать в качестве учебы, в качестве понимания. Есть молитва, которая приводится от имени Равхайм Виталь. Еще одна молитва. ученик Равхайм Виталь, да, равнета Аганновер, говорит, что объединяются качества Всевышнего в величие, мощь, великолепие, вечность. То есть, все семь ушпизин, которые к нам приходят, все семь качеств, которые упоминаются Всевышнего в все уровни всех этих сферот, да, тоже упоминаются. Да, смотрите, это такие тайные вещи, тайны Торы. Ну, что нужно понимать? Есть заповедь Торы, мы ее выполняем, а все тайны Торы, они, на самом деле, могут сами, как бы, сработать, сами получатся. Ну, все, вроде бы, большое спасибо. Мы постарались это в канун Суккота сделать, несмотря на большое количество заповедей, которые нужно было сделать нам в это время, чтобы была какая-то практика для наших зрителей. Большое спасибо, Хак Семер. Спасибо.